Всем привет друзья из Пасмурного Вильнюса Сегодня уже седьмой день поездочки Наконец-то Сделали все закупки И уже сегодня, надеюсь, буду Отправляться домой, потому что Ну, очень соскучился Очень тяжелая поездка Два автомобиля купили в этом Евротуре и один Автомобиль сейчас на задатке Сейчас поеду к человеку, буду общаться Придержит или не придержит Его еще, потому что денег у меня своих Ну, тут уже пока нету Возможно, приеду в следующий раз Заберу там, да, либо себе, либо может Кто-то из вас захочет Купить автомобиль, сейчас его пофотографирую В общем, это все потом увидите Значит, вот эта Первая машинка была куплена Подобрана мной и уже Забронирована человеком То есть она уже под задатком Это Мазда Тройка Второй автомобиль куплен по программе Евротуре, это мы сейчас чуть-чуть Видео попозже снимем Поставим его на фирму И вот Третий автомобиль Тойота Камри То есть я уже там фотографии выкидывал Потом посмотрим Как бы его судьбу Это уже вторая Тойота То есть не та, что я в прошлый раз пригонял Это опять Тойота Камри Уже следующая Ладно, не важно В общем Сейчас покажу вам вот эту машинку Это Мазда Тройка 2008 года 12 месяц Почти 2009 Я выставлял фотки себе Фейсбук, Инстаграм Кто видел, да То есть подписывайтесь на мои Странички в Фейсбуке, Инстаграме Обязательно Потому что буду постоянно Выкидывать такие Автомобильщики Хорошие, да Которые я считаю, что Достойны внимания Вот Человек уже его забронировал По всей видимости Будет машинка ехать в Украину Без растаможки Впрочем, как и Второй автомобиль Который мы Приобрели по программе Евротур Вот Ну и в принципе Камри тоже хотели Без растаможки Ну короче, не знаю Сейчас вот люди как-то Больше, наверное, даже Берут машины без растаможки Типа там Под новый закон Который будет Ну, ребята Посмотрим Я не знаю Будет он, не будет То есть это уже Такое дело У меня люди спрашивают А что ты рекомендую Я рекомендую как Если есть деньги Брать машину Сразу с растаможкой Я считаю Лучше сразу ее Растамаживать Если денег нету Чтоб машину Растамаживать Да То как бы И вопрос сам С собой отпадает Поэтому вот так вот Ладно Давайте покажу машинку Да Вот такой вот Друзья Хэтчбэк Мазда 3 Восьмой год Двенадцатый месяц 1.6 дизель На титановых дисках Сейчас она тут На летней резине Но Дали мне еще В придачу Скажем Выторговал Еще зимние колеса Но сейчас покажу Как бы Визуальный вид Со всех сторон Чтобы вы видели По подкрасам Друзья Одна деталь Только крашена Крашена Одна деталь Это у нас Заднее крыло Правое И все Никакой Никаких намеков Вообще На ржавчину Еще нету Потому что Хозяева машину Когда купили Сразу же Обработали Так сказать Там по полной программе Ее от а до я Поэтому Вопросов Как бы По ржавчине То что Чем Мазда Славится Нету Нету И быть не может Потому что Машина обработана И уже давно Как бы Да Вот такой вот Салончик Друзья По пробегу Тут у нас Двести пятьдесят тысяч Вот В принципе Как видите Все достаточно Таки Не зачухано Вот Аккуратненько Пользовались Девушка ездила Посмотрите Да Какая панелька Там Все вот эти Ручки Ручник Сидение Ну по рулю Есть как бы Да Затертости Вот Сидушки Видите Что как бы В приличном состоянии Все Салончик Вот По мотору По ходовке Коробки Вопросов Тоже Никаких Нету Нормально Ровненько Работает Мотор Ходовка Не стучит Не гремит Едет Идет Как бы Мягко Вот Ну вот Такое Да Чуть Грязновато Машина Тоже Уже У людей Уже Давно Стояла Купили Себе Новый Автомобиль Вот Это Участников Я покупал Машинка Соответственно Не готовлена То есть Надо Будет Понятно Что Там Помыть Как бы Попылесосить По комплектации Тут у нас Четыре Стеклача Электрозеркала Мультируль Автосвет И в принципе Все То есть Комплектация Как бы Такая Можно сказать Основная Минималка Вся есть Это Я еще Так понимаю Что для Телефона Правда Не знаю Как этим Пользоваться Надо Будет Разобраться Ну и вот Задняя Площадочка Тут особо Нечего Показывать Тут Два Колеса Значит И Два Колеса Еще В багажнике Диски Такие Скажем Вот эти Вторые Там тоже Титаны Стоят Еще Дали Титаны Посредственные Но в принципе Их можно Привести В чувство То есть Почухать Там Покрасить Будет нормально Вот Самое главное Это резина Тут нормальная Зимняя резина С хорошим Еще таким Достаточно Протектором Это Как бы Для меня Самое главное Чтобы Если я Приеду Забирать Будет снег То Можно было Переобуться И поехать Как бы Дальше Вот Потому что Сейчас В этой Поездочке Я забираю Значит Астру Буду Растамаживать Сразу На клиента И Следующей Ну Следующей Поездочке Буду Забирать Эту Мазду И Возможно Тойоту Посмотрим Там Сейчас Поеду По Тойоте Буду Еще Общаться Вот Ну И Собственно Киа Соренто Который Мы купили Людям По программе Евротур Тоже Сейчас Будем Завозить В Украину Без Растаможки Вот За Вот Эту Мазду Друзья Было Отдано 2-300 Евро Ну С колесами То есть Совсем Да В принципе Цена Достаточно Неплохая Потому Что Я Мазду Двойку Покупал За 2000 Евро А тут Тройка Как бы 1.6 Дизель С колесами Да С титанами Там Пусть Их надо Будет Чуть Чуть Как бы Привести В порядок Ну Я Считаю Что Достаточно Неплохая Цена Человек Кинул Задаток За эту Машину Будет Врать Ее Без Растаможки Вот Ну Это Уже Может Там В следующем Виде Тогда Когда Приеду Ее Забирать Покажу Как бы И расскажу Там Ну Вот Так Друзья То В принципе Такое Коротенькое Видео Вот Эта Машинка Грубо говоря На эту Машину На подбор На поиск Ушло У меня Три дня Три дня Искал Эту машину Потом Приехали Люди По Евротуру И еще Грубо говоря Три дня Искали Людям Машину Сегодня Уже Седьмой День Сейчас Едем Завершающий Этап Оформляем Киа Еще раз Общаюсь За Тойоту И выдвигаюсь Уже на Астре В Украину Под растаможку А люди Поедут На Киа Без растаможки То есть Ну Вот В общем Вот такая Поездочка Поэтому Все кому Интересно Ну Я думаю Что 18 Это видео Может Только Выйдет Да Я буду 18 Ехать Вот эту Машину Забирать Потом Где-то В начале Декабря Я думаю Тоже Будет Поездочка У меня И уже Куплен На сегодняшний День На 20 Декабря У меня Тоже Билет Это уже Будет Наверное Заключительная Поездка В этом Году Поэтому Все кто Хочет Там Что-то Заказать Что-то Посмотреть Поехать Совместную Поездочку Звоните Пишите Мне на Вайбер Все контакты Как обычно В описании Подписывайтесь На Соцсети На Инстаграм На Фейсбук Обязательно На Ютюб Канал Ставьте Колокольчик Чтобы не пропустить Ничего Интересного Ну А с вами Был Андрей Спасибо Всем За просмотр Канал Джонас Киев И Киев Йонас Вильнес Пока Друзья Увидимся Счастливо